...право превышает оценку Сергея Воронова. Вы сами слышите реакцию трибун. Любимец испанской публики Хавьер Фернандес, двукратный чемпион Европы. И, конечно, от него ждут самых высоких результатов. У него личный рекорд в короткой программе очень высокий. 96,42 балла. И падение на четверном Сальхове. Каскад не тройной Луц, тройной Тулуп, а двойной Луц, тройной Тулуп. Каскад не тройной Луц, тройной Тулуп. И выезд на тройном Сальхове тоже не идеальный был. Каскад не тройной Тулуп. Каскад не тройной Луц, тройной Тулуп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, говорят, что дома и стены помогают, но это не всегда соответствует действительности. Кому-то легко выступать перед своей публикой и, наоборот, это вдохновляет. Но вот про Хавира Фернандеса этого не скажешь. Кстати, наверное, не так часто ему удается выступать в родных стенах перед своими болельщиками. Ну и надо сказать, что не все у него получилось. У него в этом сезоне был результат 93,92 балла. Конечно, сейчас результат будет совершенно другого уровня, потому что было падение на четверном Сальхове. Ну и каскад тройной луст, тройной тулуп был только двойной луст, тройной тулуп, а это совершенно другая база и совершенно другой итог. Ну вот, оценки у него за компоненты повыше все-таки, чем у Сергея Воронова, потому что есть у него три восьмерки. За хореографию 8,19, базовая техника 8,25. Но это тоже странно. Идеально исполнил свою программу Сергей Воронов, а за компоненты оценки у Фернандеса выше. Но в любом случае проиграет он, проиграет Сергею Воронову. Сергей Воронов сейчас на третьем месте. Это означает, что вне зависимости от результата Максима Ковтона, кто-то из наших фигуристов будет в тройке лидеров. По результатам короткой программы. Максиму Ковтон будет завершать короткую программу. Единственной, кому еще осталось выступить сегодня. Да, 79,18 и он только четвертый. Максима Ковтон не поднялся. Продолжение следует...